Друзья Речь пойдет о снах. По казахским традициям невесту для сына выбирают родители, но знакомят их только в день свадьбы. Хоть бы красивой оказалась, хоть бы красивой оказалась. Ну что ты молчишь, будешь хотя бы чай? Давайте перенесемся на 10 лет вперед. Почему ты тогда промолчала? Почему ты не сказала, что у тебя страшный голос? Я просто не хотел тебя пугать. Давайте перенесемся обратно. Ну это хорошо, что ты молчаливая. Раз уж мы женимся, раз уж мы женимся, запоминаю, восточная женщина должна рано вставать, чтобы муж выспался на большой кровати. Вот, не должна читать входящие смс-ки, не понимать исходящие. Хорошо? Верить, что это сестра. Мой сын женится. Свадьба, 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 свадьба. Как невеста? По казахским традициям сын не должен перечить отцу. Я не женюсь на ней. Ой, сынок, ради меня. 50 лет потерпи, потом привыкнешь, как я. Свадьба, 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 свадьба. Здрасте. Ай, какая красавица. Замужем нет? А то сейчас с женой разведусь и на тебе женюсь. Ой, пап, прекрати, что ты прям. Вы отец этого молодого человека? Да. Можно вас в команд сцене, чтобы заострить внимание зрителей? Я не пойму, что ты от моей дочери постоянно нос воротишь? Я ей вообще мог за олигарха замуж выдать. А почему тогда не выдали? Он не захотел. Ну, я тоже не хочу. Но ты же не олигарх? Иди покури. Иди сюда. Послушай, это моя любимая доченька, она вся в меня. Я вижу. А я слышу. Еще на шпагат могу садиться. Сейчас давай не будем хвастаться, кто что умеет, хорошо? Хорошо. Послушай, она мне очень дорога. Знаешь, сколько я в нее денег вложил? Сколько? А я все записывал, вот список. В первом классе я иранец купил, пенал. На утренник платьишко сказала надо, два раза скорую вызывали. На коньки ходила по 600 рублей в месяц, хлеба на 2000 евро, по 400 грамм баранины каждый день. С 10 лет начала перец есть, на клей растил 5000 евро и отцовский костюм перешлили в вечернее платье на выпускной. Итого ты нам должен 35 тысяч евро. Все, я попал. Что мне делать? Что делать, а? Что мне делать, друзья мои? Ты мечтала такой, как Анжелина Джоли. Мечтал с Жанной Фриске под венец ты пойти. Мечты об Йонсе ты хранил не такая. Но быть Сайгулей судьба твоя. Объявляю вас мужем и женой. Ура! Ура! Стоп! Вы там точно печать поставили? Ну да, все точно. Я ждала этого для всю жизнь. Лови! Стой! Все, теперь будете жить по моему закону. Что происходит? Ты не придешь на свадьбу. Да почему? Потому что невеста должна быть самой красивой на свадьбе. Все, иди. Доченька, что с тобой? Ой, не трогай меня. Кто ты? Я тесть. Тесть, в нашу жизнь не лезь, понял? Иди, иди, иди. А где свекровь? Я здесь. Где свекровь? Я здесь. Где свекровь? А что, свекровь нету, что ли? Здесь я. Что, не прилагаю? Нам я, понимаешь? Тебя нет. Ужас. Где человек из трех букв? Где мой муж? Я здесь. Ты у меня будешь работать с шести утра до шестидесяти лет. Потому что я буду рулить, все. Потому что я королева. 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 Дорогие друзья. В нашем стеме роль девушки сыграл Трусунбек. И это не случайно. Потому что казахским девушкам такое не может присниться даже во сне. Ты иногда поедет так быстро, в жизни вылетит, как птицы. Кто-то смог, а кто-то не успел. Вот мы построим волшебный город, время с гармонией покрушить. Чтобы путь страшный кому-то дорог и не опаздывал жизнь. Как это странно всегда, вроде бы взрослые люди. А в голове ерунда. Мечтаем, как дети о чуде. Пара-ра-ра-ра-ра, пара-ра-пам-пам. Мечтаем, как дети о чуде. Матфорт! Матфор! Продолжение следует...